У нас поступило распоряжение от Роспотребнадзора. Действительно есть информация о том, что, к сожалению, в этом доме у нас определенный инфекционный очаг. И было принято решение, соответственно, изолировать жителей дома, в интересах же жителей и в интересах вообще всех жителей города Оренбурга, для того, чтобы не допустить распространения новой коронавирусной инфекции. Началась вся ситуация с двух бабушек, люди преклонного возраста. Это две соседки, которые, в общем-то, помогали друг другу, общались, поддерживали, когда одна заболела другую. И с приезда к одной из бабушек внучки из города Москва. Ну и цепочка начала развиваться. И если сначала была сложная ситуация в одном подъезде, мы силами управляющей компании провели дезинфекционные работы, то через некоторое время нам стало известно, что, к сожалению, и во втором подъезде имеются определенные сложности. Когда мы начали работать с управляющей компанией, управляющая компания дала полную информацию о том, что это четырехэтажный двухподъездный дом, как вы видите, и есть необходимость всех жителей этого дома отправить в вынужденную изоляцию. Принято решение каждую из 36 квартир обеспечить продуктовыми наборами. Соответственно, санкрудники МЧС через машину оповещения дали информацию о том, что дом переводится на карантин. Продуктовые наборы просили открыть квартиру, но, скажу честно, несколько квартир не открыли. И мы сегодня имели некоторые сложности с доставкой очередной порции продукции, но мы решили тоже этот вопрос. И вчера люди получили продуктовые пайки. На самом деле пути поиска решения достаточно нестандартные. Мы консультируемся со многими службами, со многими структурами, в том числе с медицинским штабом. И мы прекрасно понимаем, что сейчас не на все вопросы есть молниеносный ответ. Его нужно вырабатывать. Но самое главное, что глава города ставит задачу обезопасить не только тех жителей, которые здесь, о дальнейших сложностях, так и обезопасить и тех, кто работает с этими жителями. Продолжение следует...